Hi my students! Поздравляю вас всех, кто видел инаугурацию Дональда Трампа с прекрасным зрелищем и с выдающейся речью, выдающегося политика патриота, который неожиданно для всех получил президентское кресло, уповая на чаяние самых обездоленных слоев населения и обещая передать власть именно этому обездоленному классу населения. То есть речь его была совершенно социалистическая. По этому поводу вот я лекроват мой, лекроват по-французски галстук, одел руж красный, драпу руж, как говорится, эгалите, фратерните, вот и либерте. Больше такую речь только мог произвести Ленин на броневике. Это достойная речь. Конечно, она превосходит все речи наших инаугураций, бледных по сравнению с этим прекрасным представлением. Но дело не в этом. Отмечая, как говорится, вот соком вступление Трампа, который, кстати говоря, уповает на Господа Бога в своем служении и за один доллар правит государством. Нам бы таким вот взять пример. Это наше озеро, кооператив Озеро-то, но за один доллар оно не будет руководить государством. Но у нас сегодня суббота и, соответственно, пятая заповедь, может, код вечности рассматриваем. Пятая заповедь, она касается чего? Чти отца и мать свою. Это долголетен будешь и на земле. Это самый важный заповедь по отношению к ближним. Вот. Чти отца твоего и мать твою. Да благо тебе будет. И да долголетен будешь и на земле. Но здесь вот в этой книге, которую вот мы с вами уже рассматриваем пятый, на протяжении пяти вот этих всяких лекций нравственной богословии. Вот здесь по отношению к родителям, не только к родителям рассматриваются грехи, но по отношению к ближним вообще. Потому что под родителям это широкое понятие родителей. В частности, президенты туда входят родители. Мы даже о президентах не должны думать кульного слова. Даже в мыслях своих царю своему кульного слова даже в мыслях не произноси. Это вот относится к этой же заповеди. Чти отца и мать свою. А мы что делаем? Вот в Америке в частности. Ну что вот? Инаугурации Трампа. Ну идиоты вышли, начали громить Макдональдс и начали бесчинствовать. Это что порядок? Нет. Выборы состоялись? Выборы честные. Выборщики выбрали Трампа? Выбрали. Ну конечно Клинтона на 3 миллиона больше голосов взяла. Но по своему состоянию здоровья она не тянула. Видно, что она уже лаяла там. Психически, какое на нее было воздействие телепатическое. Мы потом рассмотрим, когда будем рассматривать вот это вот ничего. Лубянскую ничего. Вот. Воздействие на нее было большое. Но не важно факт то, что она не воздействует по здоровью. А у него три тройки здоровья. У него лошадиное здоровье. И в 70 лет он самый старый, Аденауэр, по-моему, только в 90 лет стал президентом Германии. А Трамп вот в 70. Это человек, как говорится, возрастной уже. Но здоровье у него хорошее. Несмотря на все. И вот эти вот оголтелые публика, которые не согласны с его речью. А речь-то она была ведь справедливая, справедливая. Она была по Евангелию, по Евангелию. Не противоречила словам Христа. Не противоречила. Jesus Christ произносил такое имя. Jesus Christ. Это по-ихнему Иисус Христос. Он на Библии, на двух Библиях положил руку. А у нас на Конституции. А что там Конституция? Она написана в Вашингтоне. И там слово Бог не произносится. У нас на Конституции вот они клянутся. А Конституция сегодня одна, а завтра ее подсунули, под зад себе подложили и все. Дальше не выполняют. Ну, Кооператив Озеро. Что с ним? ОПГ. Но не в этом дело. Вот мы рассмотрим, значит, пятую заповедь. Чти отца твоего и матерь твою, и благо будете и долголетен будешь и на земле. Вот какие у нас грехи. Вот у меня лично. Я про Ваши не говорю, я про свои, потому что исповедуюсь. Но параллельно Вы можете отметить, посчитать, какие грехи бывают у людей вообще. Таких, как я, например, мало продвинутых. Вот грехи детей. Это мы вот дети по отношению к своим родителям. Холодность к родителям. О матерних, болезнях и родительских не забываем в Евангелии написано. Ну, мы же не животные. У нас должно быть все это дело соблюдаться. Это животные, они не своим родителям могут даже поедать своих родителей. И наоборот. Я, здесь очень много грехов у меня, поэтому я буду только вот перечислять, в основном перечислением заниматься. Ну, понятно, что холодность к родителям, это зачастую сейчас у нас у каждых, а сейчас даже вот дети-то они уезжают в другие города, в другие страны, там, в Америку, и все. А родители остаются там одинокие, в квартирах своих живут, там смотрят за них, неизвестно кто там из соц. обеспечения, и на произвол судьбы их бросают. И если позвонят раз в год, с Новым годом их поздравить, то это хорошо, это еще уже прекрасно. Вот. Непослушание воли родителей. Чадо, слушайте своих родителей, а Господи, все бы есть праведно. Ну, вот мы не слушаемся тоже. Я, например, не слушался родителей никогда. Мне говорят, вот это с этим я дружу, я, наоборот, дружу с этим человеком, опущен. И в компании нехорошей, там карты, туда все, пятое-десятое. Никогда не слушаюсь, надо заниматься, а я сплю на занятиях. Вот, это же в основном грех. Это понятно, да? Мой грех. Ну, не ваш, конечно. Грубое обхождение родителям, укоруем из злословия их. Ну, начиная с малолетства, вот родители, если упустят воспитание, ребенок в магазине начинает падать на пол, топать ногами и руками, купи мне вот это, вот именно вот эту вещь. А дальше он, купи айфон, купи там макбук этот, и айпэд там и так далее и тому подобное. И это, и это все купи. И вот это вот шантаж родителей. Или укор, вот ты не можешь мне купить, а у этого, у Феди родители купили такую штуку. А Феди это друг его. Вот это грех, это грубое обхождение. И грех, соответственно, вот вытекает. Здесь много пояснений. Я сошлюсь на книгу, вы подробно почитайте, я только перечислю эти грехи. Вот пренебрежение родительскими молитвами, родительским благословением. Родители, допустим, благословляют идти туда-то, вот, в МГУ. А мы идем в театральный. Или в фистех там, а мы идем туда. Или наоборот совсем. Родители вот музыкальные, вот, а мы идем в другое совсем. Вот это уже не послушание родительского. Родители благословляют одно, а мы делаем совсем другое. Вот в этом грех. Не моление со своей стороны о родителях и произношение их самих проклятия. То есть даже вот люди проклинают своих родителей. И не молятся о них вообще-то. Ну, многие же не верующие, они не понимают, что там какой-то канал есть, телефон доверия Божьего, что можно помолиться, и Бог что-то даст. Это многие не понимают. Бегство от родительских наставлений или скорое замвение их наставлений. То есть они нас наставляют, мы от этого убегаем, мы стараемся забыть, побыстрее забыть эти наставления. Это понятно. Выходы или отлучки из дома без ведома родителей. Ну, это бывает осознанно, а бывает неосознанно. Вот мы осознанно куда-то уходим, убегаем и родителям ничего не сообщаем. И не звоним по сотому им. А тут неосознанно, вот девочка 7 лет, пошла в школу ночью, собралась, от бабушки ушла, от дедушки ушла и пошла в школу. На улицу хорошо ее заметил патруль. Доставил в полицию. Девочку спасли. Она думала, что уже пора в школу. Вот, часы поменялись, биологические часы. Дальше. Неправильные, уничижительные отзывы о строгости и взысканиях со стороны родителей. То есть, родители, если обоснованно с нас взыскивают, а мы жалуемся там друзьям или кому, вот, мамаша меня так притесняет, там, папаша, или там мне дал пинка, вот это самое. А за это лишают сейчас родительских прав. Вот тут такая вот дилемма появляется. То есть, если хочешь отомстить родителям, тебя заберут от них. Пожалуйся только на них и все. Без нужды отделения от дома отцовского. Ну, здесь, как говорится, раздел имущества получается свою долю без нужды, особенно это нет нужды, это не женился, ничего, а свою долю пытаешься получить и тем самым хозяйство отцовское опускается. Экономическая эффективность хозяйства снижается. Оставление беспомощными родителей в несчастье их при болезни в старости лет. Ну, это сейчас зачастую. Вот многие, даже вот знаменитые артистки, наш артист, они где-то в квартирах своих так погибают, и многие там остаются мумиями просто, вот мумии деревянные становятся, мумифицируются эти родители, и о родственнике даже про них не вспоминают, дети особенно. Ну, потому что они в Америке находятся, или там в других странах за бугром. Вот. Следующее. Непредоставление предстотелам родителям возможности более готовиться к будущей жизни, или только непредложением этого. То есть, так-то по Евангелию должны родители готовиться. А что значит готовиться? Ну, значит, морально, во-первых, в церковь ходить, там посещать церковь, это молитва соответствующая читать. И кроме того, значит, собирать свой себя в последний путь, там, какой-то узелок себе, во что одеться, в этот самый деревянный дом-то свой, последний. А одежду, может быть, местечко бы надо заготовить, вот купить. Местечко же, участочек, где это будет домик расположен последний. Последний прибежище, говорится. Вот это вот родители, если не могут, то это дети должны помочь родителям, обеспечить их подготовку к следующей жизни. Поскольку, вот мы лекцию читали про Лебница, монодологию, жизнь, она не прекращается, она просто формы свои меняет. и все время нету ни смерти, ни рождения как такового, их нету. А есть непрерывные, просто, ну, так же в Евангелии, вы смерти не узрите никогда, если веруете в Иисус Христа, то смерти не узрите, вы никогда перейдете от смерти к жизни. То есть, для наружных это будет как бы ваша кончина, но для вас это не будет кончиной. Поскольку Иисус Христос за вас пострадал, за нас, то он обеспечил нас вот этот вот переход плавный по жизни. Смертью своей смертью он нашу смерть попрал. Иисус в грабе уже вот дрова. Вот такие дела. Но мы должны к этому все равно готовить своих родителей. Все ему для этого обеспечивать. Ложная стыдливость за простых родителей. Но это вспоминается такой вот рассказ. Помните вот станционный смотритель. Станционный смотритель, жена у него померла, осталась одна единственная дочь. Он ее лелеял, хвалил, воспитывал, кормил, обувал, одевал. И под конец мимо этой станции проезжал такой важный человек, который заметил эту дочку и взял ее себе, она уехала с ним. Ну и вышла за него замуж. Поскольку была красавица эта дочка, этот рассказ вот такой. И когда она вышла за него замуж, то в следующий раз уже через много лет она уже с детишками, с мужем проезжала мимо этой станции, там же меняли лошадей, новых лошадей давали на станции, а он станционный смотритель, руководитель этой станции. Но это небольшой чин по тем временам. И когда она приезжала, она постеснялась показать, что это ее отец. Постеснялась перед мужем, перед детьми, чтобы не показать, что вот у нее такой безродный отец. Рассказ наберите, станционный смотритель, и вы увидите, как это слезы проступают, когда читаешь этот рассказ. Непочтительное отношение к тестям, свекрови, к отчиму и мачехе. К отчиму и мачехе. Ну, ко всем этим родственникам надо почтительно относиться, невзирая на их отдельные, может быть, недостатки. поднятие руки на родителей. Это вообще уже это предел, это практически почти недалеко от убийства, от отца убийства и убийства матерей. Раньше за это отсекали руку. Если палку возьмет и с палкой на отца, то ему отсекает руку этому сыну по старинным правилам. Вот. Отце убийства. Вот это следующий уже этап. Ну, не только отце убийства, но и матерей же убивают. Если отце убийства, как говорят сейчас отцы, то они все такие, куряки, керосинщики и так далее, и так далее, и защищая мать, может быть, сын и отца то может и пришить. Может быть, это даже и не грех будет, он избавит его от этих наездов. Может быть, бить мать при сыне, ругаться, свернословить на мать, унижать всякое и позорить и самого сына рукоприкласть на него. Тогда в этом, как говорится, ответка такая может быть. сын может убить отца. И здесь уже будет по-другому рассматриваться это убийство как ответная мера по ветхому закону. Не отдание последнего долга родителям, погребением их, а также поминовением, особенно в положенные дни. Значит, если родители это представились, мы должны их по всем правилам похоронить и на третий, девятый, сороковой день заказать им службу в церкви, поминание их в церкви. Вот. Соответствующую службу заказать. Это небольшие деньги составляет, но большой эффект. Большой эффект имеет для их души. Нарушение завещания родительского. Ну вот родители представились, какое-то завещание оставили они, но мы это нарушаем. Завещание. Это тоже грех. Это много так вот, когда дележка идет между братьями и так далее, между родственниками. И другая сторона. почтение родителей больше, чем Бога. То есть вот родители это есть храм Божий, все, вот у них Бог и есть, Бог-то неизвестно где, а вот родители-то рядом, мы их почитаем больше Бога. Это другая крайность. Тоже оказывается грех. Вот это грехи по отношению к родителям. Теперь у нас же семья, у нас же там в семье кроме есть братья, сестры, там дяди, тети и так далее, и так далее. Семья иногда бывают большие. И мы не со всеми ладим. Вот это все относится тоже к почтению к пятому пункту, к пятому закону. Например, пренебрежение своим дедом и бабушкой. Ну есть бабушка, дедушка, да и бог бы с ними. А мы там учимся где-то в консерватории и тоже не обращаем на них никакого внимания. Тем более, если они нам материально ничего не отстегивают. Вот отстегивают, мы можем немножко позвонить. Вот дедушка, бабушка, дай то, дай это, мы можем. Но когда они не отстегивают, мы можем про них и забыть. Это тоже грех. Грубые чувства по отношению к родному брату и сестре. Здесь ревнование бывает, из-за ревнования к родителям. Допустим, кажется, что родители больше любят брата или там сестру, чем поэтому меня гложет такая мысль и я к ним отношусь плохо, что они мне вредители. Даже в этой порыве этой страсти могу брата толкануть, с лестницы спустить и так далее, и так далее, вплоть до его уничтожения, чтобы занять первое место вместо него. Вот такой грех, он с малого начинается, а потом заканчивается большим. Незаботливость руководить младшими в семье, а со стороны младших непочтение к старшему. То есть, если мы старше, мы должны как заботливые тоже брать пример с родителей, относиться как к малым и воспитывать на лучшем своем примере, чтобы показывать хороший пример своему брату или сестре своим поведением, своей учебой и поведением в жизни, в семье, помощь по семейным делам и так далее, показывать пример личным примером. Не любовь к приведенным братьям. Ну, то есть, еще кого-то родители берут, допустим, из детдома, а мы тоже ревнуем, что из детдома они взяли кого-то постороннего. и мы вот оскорбляем его, тем самым мы оскорбляем Бога. Без нужды раздел с братьями, то есть, вот, живем все в куче, в коллективе, в колхозе, экономика одна, мы потом разделяемся, и получается, как бы мы разделились на два колхоза, и эффективность в два раза падает. То есть, это и на экономику семьи сказывается, и на моральное состояние, то, что не доверяешь брату своему или сестре. Враждая тяжбы с родственниками, это бывает сейчас часто, особенно в связи с разделом имущества, там родители померли, дом делят, вплоть до, как говорится, вот, умирать буду, но никогда не помирюсь, не прощу. Вот так вот думают или говорят такие люди. Предательство беде какой и на самую смерть своего брата или сестры. То есть, уже хищнические, когда инстинкты срабатывают, подставляем брата сестру, чтобы завладеть всем имуществом родительским. Презрители не заботаются о порочном брате. Брат, допустим, пьет, алкоголик, а мы не пытаемся, никаких мер не принимаем, чтобы его вылечить. Не везем по врачам там это психоневрологический диспансер его не кладем, это врачей не вызываем к нему, не проводим с ним беседы, редко бываем даже у него дома. Не приносим ему питание, потому что алкоголики часто погибают из-за того, что у них вымываются все витамины из организма, они закусывают слабо и погибают. На фоне этого у них развиваются разные соматические проявления. И они от этих проявлений осложнений вот этого алкоголизма погибают. Хотя сам алкоголизм не является болезнью. Хотя сами алкоголики считают, что это болезнь. Но это не болезнь, это не старание получить внешнюю помощь. То есть алкоголик он только тогда может вылечиться, когда он страстно зовет и призывает помощь со стороны. Приходит, допустим, к врачам «Все, спасайте меня, я сам не могу спастись, давайте, что-то хотите, делайте, но я пить не хочу, спасайте меня». И в этом отношении лечение всегда помогает. Или, допустим, если он верующий, молится бонифатию святому, неупиваемая чаша и другие такие святые, которые помогают от алкоголизма. Но вот мы, будучи братьями таких алкоголиков, мы это не делаем, а мы должны тоже молиться за них, прибегать всеми мерами, чтобы вывести из этого их состояние алкогольного. пренебрежение простыми братьями и родственниками, а вместе с тем отказ бедным в их пособии. Ну, это понятно. Мы вот находимся, допустим, вот какое-то важное место занимаем, банкиры и так далее. У нас как вот в сказке говорится-то, телебом, телебом загорелся кошкин дом. Кошка она выбросила своих этих родственников котят-то, а потом у нее дом загорелся в связи с этим в качестве наказания. Вот это такой грех. Не отдание достойной цены чести умному родственнику. Вот у нас родственник, допустим, какой-нибудь кандидат наук, допустим, это в мире в самом худшем, или доктор, или член кроноспадента, академик, а мы его считаем за дурачка. Вот этого умного родственника, мы не отдаем ему чести, нету чести в своем отечестве, пророку в своем отечестве, и мы им пренебрегаем. А, это бесполезно, это же доктор наук, чего он уже, дурачок, или там академик. А вот этот банкир, у него деньги крутятся, или там вор в законе, вот какой хороший человек, у него весь общак, он отстегивает иногда, помогает. а вот этот родственник, он никогда не годный от него, он сам там получает копейки. Пристрастие к своим родственникам, вот это протекционизм, это наоборот, это мы берем, допустим, родственника, вот, как у нас это, кто у нас там, Пчелкин-то этот, или как он, в этом, не из чего-то Лубянском-то, как у Портников-то, Пчелкин, я его называю Пчелкин, он как Пчелка, это деньги, спекулирует деньгами, и у него уже сын, уже председатель правления всех банков, он сам экономист этот Пчелкин, и он уже создал целую систему там родственников, спекулятивный капитал себе. Вот это протекционизм, и также вот Зюганов вот Капареев у него сын уже там вращается капиталист крупный, и он а сам Зюганов делает вид, что он с капитализмом борется. Ну также вот взять с нашего уважаемого президента дочку свою вот устроил на какой-то фонд, вторую дочку припихнул туда. Ну это пристрастие вот называется к родственникам. И все также у нас вот эти верхушки вся своих родственников везде уже и сейчас уже надо открывать еще министерство, чтобы пристроить уже много родников. И надо на кормушку пилеж бюджета устроить своих родственников. Для этого открывается совершенно ненужное министерство, службы, ведомства, комитеты, всякие фонды и так далее и тому подобное. Это называется протекционизм. Это мы рассмотрели вот наши грехи как детей. Как детей. Теперь грехи родителей. Какие бывают родители? Порочное состояние духа в минуты зачатия дитяти и нравственное невнимание ко всему времени беременности. Но это очень важный момент. Во-первых, как мы зачинаем законно-незаконно, мы об этом говорили, потому что сейчас зачинают, люди не верят в беспорочное зачатие, не верят. Тем не менее, вот ученые, ученые, они не верят в Бога, а нам подкладываются следующие факты. Вот полосатая акула, она без всякого, как говорится, родила, просто беспорочно. Никакого не было у нее ни семени, ничего, она родила акулят, полосатая акула. И это в природе, говорит, очень часто бывает, вот такое портогенез, такой вот этот происходит, портогенез, то есть беспорочное зачатие. А мы в него вот люди-то не верим. оно есть и в растительной природе, беспорочное зачатие есть, и вот животное, видите, оно как проявляется. и а если же мы зачинаем, мы должны как-то помолиться, благословение получить сначала, ну хотя бы, а если у нас нету, допустим, справка, анализ крови, у нас не пляшет, а мы ложимся, зачинаем дитя, значит, какое дитя-то будет? Для кунсткамер, урод, а так сейчас уродов дорожает, сколько? двойных склеенных там, сиамских и так далее, как вот на гербе у нас петух-то сиамский, это вот символ вот этого порочного зачатия, он слипся, две головы у него, два крыла, ну и две головы, а всего лапы две, ну это урод, настоящий мутант, петух-мутант, вот петуха, кстати, сегодня, но не в этом дело. Вот это мы должны зачать здоровые и от здорового родителя из благословения, то есть благословение получить, а потому что некоторым батюшкам видно, бывает, ваша вся эта предыстория, и будущее, и настоящее, даже некоторые продвинутые дети индигу, и то видят все насквозь вас. физическое, а да, еще когда вы зачали, тоже надо смотреть, не плясать, не прыгать, не бегать на дискотеке, чтобы не выкинулось дитя, и к тому же вращаться в таком все красивой культурной среде, чтобы музыка звучала не рок железный, как вот у айфончика там этот, железный рок он любит, а хорошая классическая музыка там, успокаивающая все такое, и в то же время разговоры, вот мать когда ведет, ребенок все слышит, он вот это вот все откладывается, и ребенок уже рождается, имея какой-то багаж, как Леднис, он спорил с этим слогом, он утверждал, что уже имеется что-то на этом, на диске, на нашем, когда мы рождаемся, уже какой-то исходный бутрекорд есть, бутрекорд приспособления к окружающей среде, которой мы рождаемся, вот таким образом, теперь физическое небрежение себя во время беременности, отсюда ранний и мертвый род, но я об этом сейчас вот только и говорил, там, пляски и так далее, ночью не спим, и вот отсюда выкижен, принятие мер к избежанию зачатия. Ну, мы вот живем для удовольствия и это вот процесс зачатия у нас идет как конфета, там, шоколадка, вот, и мы какое-то удовольствие испытываем, а последствия мы не думаем, так же, как она, шоколадка, она тоже вредна и сладкая, для детей вредно, так же и для взрослых тоже все это вот временное, секундное там эта сладость, она потом превращается в горечь и многолетние болезни. Естественно, должно быть совокупление только с целью зачатия детей, а если вы просто совокупляетесь для удовольствия, то это делают и дельфины, они тоже для удовольствия, но они-то дельфины, ни рук, ни ног у них нету, они только вот этим и занимаются тогда, Вот это, и вот чтобы это удовольствие получить, а зачать боимся, мы принимаем разные таблетки, там контрацептивы, презервативы и так далее, там подобное, но церковь выступает против этого, ну, церковь права, но ничего здесь не скажешь. Она, в данном случае, она на стороне нашего здоровья стоит, поэтому нам надо от этого какой-то подсели мы на эту наркотик этот сексуальный, и мы должны с него слезть, как вот нефтяная игла, этот наркотик, изведение в утробе и убиение младенца за рождением своего младенца, то есть, если на аборт это все грех, это аборт, ну, как бы 105-я статья убийства, есть же 105-я статья, ну, вот аборт это 105-я статья убийства, дальше, если вы родили уже здорового, там кто-то рождает, он его бросает, ну, это сейчас вот гастарбайтеры, женщины, их дни, жены, они бросают прямо в туалете и там где-то на пороге на помойку бросают, завернут и бросают на помойку, то есть, уменьшляют там бросают на холоде и так далее, и так далее, то есть, и дальше пошли своими делами заниматься. Ну, вот, неверность повивальной бабки, сейчас у нас не доверяют многие вот этим роддомам, но это естественно, потому что там мы уже говорили в предыдущей лекции про анкупеплометчицу, у нас была лекция, там сказано, что делается с младенцами, как их на органы аккуратно разбирает и продает, и вот сейчас многие не доверяют и бабку повивали, а она неквалифицированная, из-за этого погибает и мать, и дитя, а некоторые прямо там в ванной рожают и так далее, дома у себя, ну, это редко заканчивается чем-то хорошим, дальше, вот, рожают православные, они рожают и не окрещают своих этих детей-то, не успевают окрестить, а она погибает, дитя, это тоже грех, надо вовремя хотя бы окрестить, даже дитя уже, может быть, оно бы и не погибло, если бы было крещено, а тут мы не успеваем его крестить, подкинуть и младенца, вот эти ящики, беби-боксы, это считается грехом, но, с другой стороны, чем на помойку кидать, лучше в этот беби-бокс засунуть, не кормление груди своего дитяти, кроме болезни, ну, это раньше вот дамочки такие, которые заботятся о своей фигуре, чтобы у нее вымя сильно не выпирало, чтобы она была стройная, не прибавляла в весе, и вот они отлучают младенца от груди, лишает его материнского вот этого молока, лишает его здоровья на закладке вот этой, на всю остацию жизни, то, что с матерним молоком она получает, но, если болеет мать, то это не считается грехом, если заболеет, ну, а если, а некоторые, наоборот, до полутора лет кормят, тогда, если они вовремя ее отнимают от груди, то дитя замедленное развитие у нее получается, более медленно развивается, ну, тогда форма у мамы получается как-то в имя большое, заспание у груди младенца, вот мы хотим спать, легли, там покормили младенца, кроватку его не кладем, положили рядом, сами перевернулись и задавили младенца, ну, 105-я статья опять же, уголовного кодекса Российской Федерации, я имею ввиду, небрежный или излишне заботливый уход за детьми, то есть, вот мы небрежно, там он в луже валяется, из лужи пьет, там наплевать на него, ну, как вот цыгане поступают, ну, может быть, это, да, иммунитет у некоторых, но там смертность большая, и здесь тоже это грех, а с другой стороны, некоторые прямо дышат, вот все микробы с него сдуть, все, 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 и получается, как только попал какой-то микроб в детском саду, все, и ребенок загнулся, то есть, у него иммунитет не выработался, не учение детей с родневозрастом молитвам и не поручение им хождения в церковь, всегдашнее пощадение их будить в зову, ну, ура, на будить в церковь нельзя, ребенок пусть поспит, наберется сил, ведь во сне там нервные клетки восстанавливаются и так далее, родители жалеют, ну, это может быть и грех-то, грех, да, но с другой стороны в Евангелии говорится, что Иисус Христос сам призывал родителей приводите детей ко мне. Оставление надолго детяти без приобщения, то есть, и незаботливость начать исповедь после семи лет. Ну, здесь вот такой важный момент, что дети до семи лет отвечают за грехи своих родителей. И они болеют за них до семи лет. А после семи лет они уже за свои грехи отвечают, и здесь они обязаны уже исповедоваться, причащаться. Водить их надо. Тогда у них будет успешная учеба и все такое прочее. Развитие нормальное будет. Защищенность. Дальше вот нас касается представление к детям для воспитания иноверцев. Но это повелось с 1812 года, когда француз почти всю Россию завоевал, и много этих французов, потом французишек оказалось в плену. И вот, чтобы их куда-то деть, этих французишек, француженок, они их совали в губернеры, чтобы дитя научилось французскому языку. Разговаривать, читать, писать по-французски. Ну, а у них же вера другая. И вот с этого момента, с 1812 года, 14-го, оно и пошло вот это все разложение на Руси. Оно сейчас продолжается. У нас же сейчас считается как, ой, знать, два-три языка знают это вообще уже. А на самом деле это просто козел. Он не русский человек. Он, как говорится, международный, вот это говно в проруби, как говорится. В международной проруби. Вот таким образом. И вот в результате мы представляем насильно и так далее. Ломаем, взламываем эту нашу код защиты русского языка. Взламываем и вместо подселяем вот эту вот сущность французская, не всегда чистую англо-франко-немецкую эту сущность, которая переворачивает уже потом всю судьбу страны. Потому что эти люди уже являются зомби и другие государства. Они как бы уже агенты влияния здесь находятся. Эти носители иностранных языков. И мы удивляемся, вот такой тупой человек ему никакие иностранные языки не даются. Как раз это и есть русский человек, у него защита мощная от взлома вот этой иностранной всей системы. На зомбировке защита. Надо нам радоваться, что у нас нет такого «адара» в кавычках. Лишение совсем детей образования. Ну, это зачем дитя в школу водить, там учить и так далее. Когда можно вот своей профессии обучил, вот сапожник взял, я его обучу сапожникам, он будет деньги зарабатывать за мной, или сантехникам. Зачем ему учиться в школе, я сантехник, я его прекрасно обучил, он ремонтирует всю сантехнику или электрику. Образованию никакого не надо. Вот это вот тоже уже грех. Надо как говорится мировоззреть, чтобы человек был не только не роботом, а активным членом всего общества, то есть он чтобы влиял на проблематику и не столько своей вот этой, не как вот робот вот был бы, а сознательный член общества, то есть участвовал в эгрегоре конструктивном, который создает это наше общество. Подстрекательство детей во время воспитания их гневу, мести, а также честолюбивым мечтаниям относительно будущего их. Ну, там родители, вот мы смотрим по интернету, родители, о, это наш будущий космонавт, при ребенке заявляет, честолюбивый, это наш космонавт будущий, кем ты хочешь быть, я хочу быть таким, 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 выдающимся, я хочу быть судьей, смотришь в интернете тут, и никто не хочет быть слесарем, только там сантехнием, никто не хочет быть, или колхозником выращивать семена, семеноводством заниматься, сельским хозяйством, леса выращивать, никто не хочет, все хотят быть вот космонавтами, дурака валять, или банкирами деньги вот перекладывать с одного ящика и навар за счет спекуляции, спекулятивный капитал, вот, а также там в садике побили, нас, меня допустим побили, а меня родители не учают, а ты в следующий раз вот ему двинь с правой и в ухо, или слева и в ухо, если ты левша, и по уху вот так ему врежь, как следует, и чтобы он завалился, и в следующий раз он тебе уже не пристанет, это уже, как говорится, месть, это уже воспитание, человек будет нехоро, он в следующий раз и отца так приложит, присрастная любовь к одному из детей, ну, вот эту вот, люблю вот эту сынучку, а дочку-то я вот не очень люблю, и наоборот, отец, вот дочку, вот люблю, а сыну, вот флоста в гриву его, палками воспитываю, не попечение, а девственность и трезвенность своих детей, ну, это ясное дело, что тут ребенок, какой бы он ни был, вот хоть он ему восемнадцать лет, а все равно его одного-то оставать нельзя, одного-то ребенка-то, вот сейчас сколько случаев, молодые девчонки вот недавно в белую какую-то машину в багаже кинули, и хорошо у нее был сотовый телефон, она сообщила матери, что ее украли, украдут детей сейчас, здоровеньких детишек, ну, на органы там или для своих сексуальных потребностей, многие, многие даже серийные вот такие, из полиции, из бывших полицейских, часто бывает, съезжают крышу именно вот у представителей власти, потому что безнаказанность, и самодурь, и вот это, духопричтика, как говорится, в них сыграет, и все свои непотребности должны обязательно удовлетворить за счет людей, которых они за людей не считают, а только себя, не взыскание, или, напротив, частное жестокие взыскания с детей, ну, некоторым попускаем, ну, ну, давай, это, то, то, что тебе надо, это, давай, я тебе это, куплю, это, куплю, это, а другому наоборот, ага, ты вот эту двойку принес, розги, 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 ну, у нас сейчас это ограничено, лишение родительских прав, и все, это, в этом отношении здесь правильно, чрезмерное отдаление от себя детей, или же напротив, такое обращение с ними, которое не внушает им страха говорить и делать худое даже при родителях, то есть родители так ведут себя, как с равными, как с партнерами по своим делам, взрослым делам, это тоже непорядочно, ну, допустим, приглашается бутыльника одинокая мамаша, там девочка, тот же субутыльник там, и девочки наливают и так далее, это уже мерзость получается вообще, дикость, в интернете такие случаи часто, сейчас информация идет очень быстро, по всем каналам, не моление о детях, малых и возрастных, ну, это родители часто забывают помолиться, хотя, говорится, родительские молитвы со дна моря достают, об этом надо учитывать, не пренебрегать этой молитвой, вот, стеснение детей в делах богоугодных, вот, ребенок хочет, вот, я пойду сегодня в церковь, там, свечку поставить, дай 10 рублей, я пойду свечку поставлю, там, помолюсь, там, сегодня праздник, ну, это ограничивать нельзя, конечно, лишение детей без причины родительского благословения, ну, вот, ребенок, там, пошел в институт, или, там, жениться захотел, или, может быть, в секцию в какой поступить, ну, ему это хорошо, идет, и все такое, прочее, а родители не благословляют его, вот, я тебе в это сам бы не пущу, там, еще ты травму какую получишь, или все такое, прочее, или футбол, я тебе не разрешаю, еще ноги сломаешь там, проклятие на детей, ну, мы знаем, что всякое проклятие это от лукавого, то есть, проклятие, оно не от человеков идет, проклятие всегда от лукавого, Бог никого не проклинает, и люди, в принципе, не от себя проклинают, от лукавого, намерены перед детьми унижение отцом и матери их или матерью отца их, но это сплошь и рядом, в семье скандал, ребенок все наблюдает, отец ругает мать, мать ругает отца, и все это на глазах детей, поэтому это очень большой грех, особенно, когда детям до трех лет, явные соблазны собственным детям, поведение распущенное, даже вот при детях на гишом ходят, допустим, родители некоторые, в баню там, на гишом с детьми и все такое и прочее, это распущенность и таскают их по нудистским пляжам и так далее, ропот на многочадии или на большой семью, вот, мол, у меня большая семья, там столько народу, у меня же пятеро, что мне с ними делать, и так далее, и так далее, это ропот, ну, конечно, грех, потому что если уж попался ты на это многочадий, то лямку свою неси, безутешная печаль об умершем дитяти, ну, многие, конечно, особенно, кто в войну, вот, погибли, там, все люди мужского пола, все погибли в войну, бабушка переживает, все, конечно, она переживает всю жизнь, и на этой почве у нее образуются болезни, она в своем печали, в своем горе, она не останавливается, это грех, лишение взрослых и отделившихся детей всякой поддержки и наследства, ну, там, живет там, и пусть живет, чего его поддерживает, пусть сам работает, воспитывается, как говорится, плавать учат, бросают в эту воду, и пусть и пусть он сам плавает, выплывает, как хочет, в Америке там многие же миллиардеры даже так своих детей воспитывают, иногда это закаляет, а иногда пускает, пускает то есть некоторые нуждаются в помощи, в начальной помощи, а дальше они потянут, потянут, то есть так же, как автомобиль, вот его надо подтолкнуть из этой грязи, и он тогда поедет, начальный толчок дать, выбраться, он зацепится уже за почву и идет дальше этот автомобиль, так же и многие дети, непонятливое вмешательство в умные дела взрослых детей, непонятливое вмешательство, ну, то есть вот сын, допустим, где-то там в доме заседает, или там это, а ты ему даешь указания этому сыну, что ты там какие-то законы напринимал-то, что ты там напринимал, давай вот так, вот так, вот так надо делать, а ты делаешь вот так, или вот это вот сын, допустим, доктор наук академик, а ты ему говоришь, ну, что ты вот все формулы пишешь, занялся бы делом, что ты в эти формулы там нужны тебе, кому не нужны твои формулы, вот это тоже грех, ну, занимается человек, а мы это не понимаем, вмешиваться не должны, притеснение своих пасынков и пачериц, вот детей набрали, сейчас вот детей набирают для денег в основном, потому что там пособия платят какие-то на детей, вот они собирают, детей 12 наберут и у них уже смотришь, за счет них они и кормятся, а обращают на них внимания никакого, они у них там в грязи живут, у них тени усыновленных приемышей, ну, это в Америке дело Димы Яковлевых, у нас же было, но сейчас хотят его отменить, это закон Димы Яковлевых, которого умертвили там приемные родители, ну, это там часто, а многие там вообще на органы разобрали, об этом у нас не говорят, оставление без всяких опеки незаконных детей, ну, вот, допустим, Ротшильд, вот он со служанкой нагулял, Адольфа Шекельгрубера, то его дали кликуху Шекельгрубера или Гитлер, он же незаконный сын Ротшильда, одного из Ротшильдов, Ну, и вот не пеклись о нем, вот, не заботились и в результате получился вот что, вот, Майнкауф получился и так далее, и чистый фашизм, он начал хитрую политику проводить по отношению к своим же родственникам евреям, хотя он сам еврей, и устраивал Холокост, ну, насколько это Холокост, мы еще научно неизвестно, по крайней мере считайте, что такой Холокост был, его устраивал Гитлер, а Гитлер не врач из Ротшильда, значит, получается, что вот оставление всякой опеки незаконных детей, вот этого он Гитлера-то бросил и все, и за ним больше не следил, Гитлер поволокся уже по наклонной плоскости, а если бы он за ним следил, он, может быть, был бы банкером каким-либо художником талантливым, и он же был художником талантливым довольно-таки, вот, а так стал Гитлер злонамеренное предательство какому-либо неблагополучию собственно детей или употребление во зло родительской власти над ними, ну, здесь грехов, конечно, много, отдают своих детей на распутство, ну, в проститутке детей сдают, в неволе отдают, батрачить, принуждают к противному к ним браку, или удерживают дочь от замужества хорошего, не удают замужества дочерей по своей скупости, избегая необходимых расходов, по нетерпимости забывают своих детей и так далее, желают им смерти, например, больным и убогим наконец, и иногда даже вот делают свое дитя инвалидом и для получения милостыни, ходят с ним, потом получают милостыню. Холодный, вот там подайте этому вот на лечении такого-то, вот у него такое заболевание, они сами сделали этому заболевание. Холодные чувства к внучатам и незаботность о внучатах. Ну, это часто бывает, бабушки вообще очень плохо о внучатах и часто бывают случаи, что катастрофа с детьми получается именно при бабушке, когда они живут в деревне. Там они себе и конечности ломают, и погибают, и тонут, а бабушки не очень-то за ними смотрят. Потому что они заняты своими вопросами, обсуждают, а они у них там отдельно как куры гуляют по двору. Вот таким образом. Притеснение своей невестки или зятя. Зятя, а хрен ли с него взять, как говорится, да? То есть если зять тебе ничего не дает, можно его притеснять. Излишняя любовь к своей семье до равнодушия к крайним нужным других семейств. Ну то есть даже бывает вот две сестры. Одна сестра живет вот с нужными своего мужа-алкоголика и дочки своей избалованной, а вторая допустим у второй дети живет в нищете, трудится как пчелка, и та одна сестра другой совсем даже и не поможет другой семье даже среди близких. Не попечение, а крестниках. Ну если допустим мы крестные родители, то мы должны хотя бы обеспечить знание своему крестнику, крестному сыну, знание писания священного евангелия, книг, мудрых таких книг, добрых наставников, и обеспечить им хороший вектор направления по жизни. Ну многие этого не делают, просто покрестят и все положено, крестные родители, они на раз, одноразовые и все. Непочтение крестным родителям, но мы крестных родителей даже не поминаем, вот их даже нету, а мы должны их поминать как своих родных родителей. А вот суббота мы должны в день особой памяти всех усопших и забываем помянуть своих крестных родителей, даже мы их иногда и по именам не помним. Корыстное кумовство. Ну кум кум это который крестит младенца. Кум кума. Вот они из корыстных соображений, что кума богатый или кум богатый хорошо с ними общаться, обязанности между кумом и кумой очень такие хорошие бывают материально-технические. Поэтому если нищего этого кума или куму выбирать то чего тоже с нее взять. Грехи воспитанников и воспитателей. Неблагодарность и прямая плата за добро злом своим воспитателям, учителям и благодетелям. Но они нас воспитывают там в школе в институте и все мы даже ноль внимания и считаем это как какая-то абуза для нас и что они просто время мы тратим на них на этих учителей. Они у нас только время отнимают а они стараются а мы с ними вплоть до войны ведем. Ну я мог бы по отношению к себе сейчас пример привести как я грешен в этом отношении но не буду это долго рассказывать. Забвение добрых предостережений для жизни со стороны закона учителя или учителя. Вот учитель предупреждает то нехорошо это нехорошо а мы пренебрегаем или вот тебе надо вот этим заняться тебе вот этим бы хорошо заняться а мы пренебрегаем да подумаешь и непочтение к старым людям ну это там у нас даже ноль внимания на этих старых людей они там где-то падают валяются через дорогу переходят у нас нигде не посыпано дороги никто не убирает даже вот в больших городах как в деревне идешь скользко каша вот этой как они с клюшками передвигаются но никто на них внимания никакого не обращает редко кто вот через дорогу переведет это редко но школьники в этом не замешаны старание заслужить любовь у своих воспитанников по творствам им но это многие так преподаватели вот стараются угодить особенно детям важных родителей они за ними заботятся как гладят их по головке вот такой хороший и больше внимания им уделяют ну многие даже как относятся выборочно дифференцирный подход если допустим необеспеченные родители то там тройку поставил и пошел ты пренебрежение здоровьем воспитанников ну это зачастую вот мы последний раз сколько год назад в поход повел один козел там школьников они все утонули а другая коза школьник сообщает на МЧС она воспринимает это как шутку детскую шутку да пошел ты там шутить изволить дети звонят как же я поеду туда спасать и 8 часов они там болтыкались в воде и все утонули вот это вот пренебрежение полное здоровьем там в бурю в уран там потащил их куда угодно а другой на лыжах сейчас вот эту вот эту зиму уже потащил детей в тайгу на лыжах лютый мороз 30 градусов в одних костюмчиках они там чуть не замерзли еле их нашли всем селом искали всем городом искали опущение в деле воспитания самого главного вера и духа благочестия ну да вот придите страху божию научу вас это псалмы Давида конечно их надо знать и детям всячески петь и повторять без этого нельзя равнодушие к особенным порокам воспитанников или собственные худые примеры им но у нас стараются вот эти у нас есть эти тоже педофилы особенно из священства как священнослужители освященно освистанные эти вот учителя типа Грозовский вот был такой Грозовский его сейчас осудили экстрадировали даже из Израиля там вообще-то подонков всех любят но это был подонок из подонков его прислали сюда потому что даже там он среди подонков он оказался худшим из них вот этот Грозовский который расслял там девочек в лагере в летнем лагере ну а в Америке в Америке тоже сложно рядом учительница вступает в половую связь со своим учеником там 13-14-летним там учеником или 15-летним ну за это там строго там сажают на многие десятки лет чуть не 25 лет дают но у нас пока это дело не слышно попрек других своим благодеянием вот попрекаю я допустим какой-то сделал там на копейку а я отрублю вот это я благо такое сделал я там 5000 дал пенсионерам так я по всем каналам это все раструбил поднял себе рейтинг до 90% и вот это вот своим благодеянием вот этим я уже как говорится попрекаю а вы что хотите я же вам 5000 дал вот все я вам покрыл а вы там возникаете что у вас ЖКХ там водяные счетчики там одиноким пенсионерам надо ставить насчет водяных счетчиков отдельно можно поговорить это особая статья особенно для одинокопроживающих инвалидов как они их будут обслуживать их этих счетчиков там 5 или 6 видов там Академия Наук всю свою гадость вложила в эти счетчики чтобы как говорится поднять промышленность вот это вот они чтобы не на дом счетчики сделать а на каждую квартиру и на каждый стояк а в старых домах там в квартире по 2 стояка то есть по 4 стояка 2 горячих 2 холодных значит надо 4 счетчика а за ними следить а кто это будет если инвалид там по зрению ну как же я же вам снижаю вот эту затрату вы будете там считать это все а если вы не поставите счетчик мать вашу я вам норму потребления до 16 кубометров увеличу будете за 16 кубометров платить падлы пенсионеры вот эти одинокие вот это я вас облагодетельствовал это я вот как говорится айфончик я вас тем самым облагодетельствовал я вам счетчики подумал что там что там счетчики 3500 механический счетчик он выходит из строя сразу потому что вода грязная ты вот облагодетельствовал этим счетчиком а он что бесплатно что ли а за капитальный ремонт ты берешь у него тоже пенсионера за капитальный ремонт берешь на счетчик за свои деньги ставь вот за счет этих вот 5000 я же тебе дал 5000 ставь счетчик а их надо 4 а за ними следить а если инвалид позднее как он будет за ним следить а и вода грязная идет ну вот это вот явный попрек своим благодеянием это вот у нас эти благодеяния сыпятся с Кремля как из рога изобилия каждый год вот вот и пожалуйста значит одинокий пенсионер наравне с гастарбайтером которых там в квартире прозывается что штук должны платить вот за 16 киловатт увеличить им это а соцзащита значит пенсионеру обрезает то есть дает тоже благодеяние может тебе половину же возвращаем за эту воду но половину то извини если ты платишь 100 рублей то половина 50 рублей а если тебя в 4 раза подняли ты уже платишь 400 рублей у тебя уже из твоей пенсии 200 рублей то вычитает вместо 50 простая арифметика вот она благодеяние обращается во что относительно значит вот это вот наших благодетелей кремлевских но это другое дело мы сейчас об этом счетчики отделили там научная проблема экономическая политическая и социальная 4 проблемы научная проблема это академия наук здесь вообще буква г на нее надо поставить буква г а большая академия г наук вот эти счетчики это все г дальше водоснабжение тоже и так далее и так далее экономически это мы говорили политически тоже говорили и социальное тоже вот сейчас мы в отношении одиноких пенсионеров мы это затронули вот грехи слуг и хозяев сейчас рассмотрим неближение хозяйственного добра и вообще нерадение пользы хозяев ну у нас у нас все хозяева если пенсионеров взять то пенсионеров и особенно инвалидов у нас все хозяева кто пришел все хозяева участковый хозяин ЖКХ хозяин он же управляющий компанией дом то на тебе партизирован а он тебя управляет твоим домом он выше тебя поставлен ваша собственника этот и ничего с ним сделать нельзя он тебе единую квитанцию дал и все и плати и закапыв ремонт плати ну вот как бы мы пренебрегать а кто платит всех добросовестней то пенсионеры платят всех добросовестней а не миллионеры а пенсионеры это миллионеры не платят потому что у них сотни квартир на них числится десятки тысяч вон они дома стоят никто не а платить за них никто не платит вот а почему не платят потому что они не заселенные а почему не заселенные потому что они никому не нужны жилье построено где где нет работы а жилье есть для кого оно построено для переселенцев если допустим остров затопит ваш любимый где вы на карете катаетесь с мадам как гристацуевой ездите кататься на этом острове пингвинов для этих вы жилье-то построили или для кого вот вот таким образом здесь небрежение хозяйственного добра вообще не родение пользы хозяев ну у нас все хозяев у нас кругом они миллиардеры один сто миллиард сто миллиардеров владеет 70 процентов денег и имущества всей России и все в офшорах загоняет а мы не должны пренебрегать пользой вот этого хозяев это правильно вообще-то умно написано положительные и намеренные убытки хозяев ну это конечно нельзя делать ну как вот хозяин там что-то построил а мы взяли пришли подожгли со злости взяли подожгли ну это это грех уже это уголовное преступление вон леса миллион гектаров сожгли ну в отместку этому айфончику неверность в служении по обязательствам и обязательным отношениям ну это вот заключил договор допустим строй какой-то там построить космодром а он на этом дело нагрел деньги или вот олимпиаду эту нагрели как бюджет хорошо нагрели бюджет или стадион в Ленинграде вот строят стадион сколько миллиардов туда вложили еще хочет мутку у него рот-то он не закрывается никогда у этого мутка там же бизнес-то большой отмывка-то большая идет вот так это грех у них мутков то есть он хозяином своим служит не обязательно и неверен так же вот неверные эти служаки когда президент дает им майские указы они не выполняют айфончик он положил на это со своей Тимаковой они положили там на это свои органы на майские указы и все и не выполняют это грех перенос тайн хозяйского дома и искусственные произведения раздора в хозяйском доме ну это любое как говорится раскрытие гостайны или вот взять Сноуден Сноуден он тайно хозяйский раскрыл и передал это все вот кремлю через Китай засланцем таким служит вот это это грех со стороны хоть мы его и хвалим но а в душе мы говорим ну и сволочь это козел Сноуден это же предатель предал интересы хозяев своих которые тебе зарплату платили вот это грех злуп 3 доверением господ подобно слуге пророка Елисея вот оказывается у Елисея был такой слуга Геезий он злуп 3 доверением пророка Елисея и этот слуга взяточник часто на следующие и чужие проказы то есть пороки того человека о котором просил своего господина и принимал за него подарки вот надо устроить вот Петр Петрович или там Вадим Вадимович надо устроить такого человека министра продвинуть вот хороший человек вот мы это все а он нам дал взятку хорошую вот или вот мы говорим там пришел Улюкаев и давайте приватизируем это все а мы за это получили Улюкаев получил за это 2 миллиона за то что он уговорил президента вот это дело протолкнуть он был против а когда ему дали 2 миллиона он стал уже за вот это вот этот случай как раз он употребил доверием вышел из доверия его сразу сняли и сейчас он последствием этот Улюкаев который дно искал который мы в прошлых лекциях еще когда он был на высоте мы его уже назвали подонком помните было где-то в лекциях мы его уже называли подонком так он и оказался по своей психоматрице кстати вот этой Пифагоровой научение хозяйских детей худому или же злономеренное смолчание перед родителями а худом в них ну вот хозяйских детей мы растляем там и против родителей их настраиваем учим тайным делам и так далее и тому подобное и это уже грех большой грехи слуг к своему кругу или в отношении друг к другу ну слуги допустим бывают тоже по ранжирам одни приближенные к комнатам господственным как допустим вхожие в этот круг ближний там кооператив озера а бывают слуги там пониже там министры какие-то вшивые там эти госкомитеты всякая вшивота и вот это вот крупные то они научают этих мелких научают вот давайте так своруем так своруем и смотрят что у всех комнаты денег и в то же время эти вот которые наверху они как бы в стороне мы тут это вот они все воруют вот эти полковники а мы-то мы только научаем их как отмывать деньги вот так частое применение частое переменные мест служения ну тут ничего про себя не могу сказать кроме плохого менял места как менял адреса и менял имена так горделиво обхождение с прислугой ну там прислуга давай и так далее и так далее и тому подобное это понятно худое содержание прислуги ну как вот этого чечиков своего этого слугу там худо содержал так же сейчас вот и тоже худо но сейчас это дело не прокатит а слуги подставят так что мало не покажется обременение слуг работы и небрежение о заболевшем слуге нагружают работы хорошо особенно в строительстве а если заболел извини это все гуляй вася ты гастарбайтер ты не оформлен там лечись как хочешь езжай туда в свой Таджикистан удержание мзды мзды наемничей вот это у нас же недоплаты что такое мзда это ежедневная плата наемного труда нанял работника не заплатил а сейчас у нас долги-то по зарплате какие огромные и никто не думает выплачивать все время вот это Кремль только констатирует этого долги-то а никто не собирается выплачивать употребление слуг в орудии своих страстей или для худых своих дел ну вот это бывает и к женщинам относятся пентефрии была такая Иосиф который соблазнял Иосиф прибуди и спи со мною вот и хватило его зарезы стащить с него одежу ну потому что Иосиф был в рабах а пентефрии это госпожа ну и мужского рода бывают допустим там это и они используют своих слуг для своих утешений препятствия слугам ходить в церковь особенно отговор в пост и отказ им приготовить себе всякую пищу в пост ну это то есть слугам ставятся в такие условия что они не могут соблюдать пост и не ходить в церковь это оказывается грех ну это естественно раз слуга верующему надо дать возможность хотя бы на дому устроить такой закуток где он мог бы молиться и поститься беспечность вообще к нравственности слуг ну там какие слуги бывают они у нас он этот пожалуйста сейчас им все безнравственные взять какой-то там этот песков он песков он что нравственный что ли с женой развелся женился на этой на космонавке на космонавке женился это уже значит он жену кинул в прелюбодеяние и сам вступил в прелюбодеяние с этой космонавкой это амораль это вот это и есть грех а это приближенное лицо к высшему чину государства ну надо сказать там же тоже вот это вот они хоть себя христианами называют вот эти трампы все тарарампы они же тоже по три жены там у них и мормоны и все такое это вообще дикость какая-то полная моралка там всякие киссинджеры эти все голубые и в продрес голубые они эти все там вообще моразм полный но под прикрытием вот это и жезус крайст слепой пристрастие к своему слуге и подчинение ему и до обладания с его стороны ну это вот как вот этот Алексей Михайлович возлюбил вот этого Годунова ой какой хороший мне Годунов все за меня справляет я царь ничего не делаю я только вот это козла даю рюмку залью да козла подаю а вот этот Годунов то все за меня исправляет то есть он предал страну на разруху вот этим своим поведением ввел в раскол этот Алексей Михайлович религию ввел в раскол в результате именно того что он передоверил вот этому своему слуге который в конечном счете и царевич Дмитрий загубил всю эту династию Рюриков еще и похерил вот дальше это мы слуги слуги и хозяева разобрали теперь грехи в дружеском союзе легкомысленный выбор друга но это часто ведет к погибели это и у нашего дорогого как говорится там у нас есть шекспира уважаемого много таких случаев друга нашел и там бруто нашел один товарищ нашел бруто себе в друзья его зарезал свои корыстные дружества ну вот я дружу надо подружиться человек хороший богатый все я подружусь войду к нему в доверие как вот к Дэвиду Ротшильду тут один вот стрел это и журнал и там журналюк каких-то и там что-то они рассказывали вот Ротшильд ему рассказывал свои планы там по мировому правительству по чипизации он все это ему выдал на гора как говорится ну правда он потом загнулся быстро этот друг но факт тот что он использовал дружбу они были в хороших отношениях во вред своему вот этому Дэвиду Ротшильду ну хотя Дэвид Ротшильд мы не знаем его характеристику пока но во всяком случае он его подвел этого Ротшильда дружище только для одинаковой страсти но это бывает тоже погибель вот дружат два голубых а потом один другого проревновал и зарезал его это очень распространенный случай вот это много опасно дружиться с лицом другого пола вот мы с такой-то вот женщиной мы дружим чисто у нас дружеские отношения ничего а потом они переходят в блуд это легко переходит в блуд сокрытие правды перед другом относительно вины его в чем или напротив незащищение его от напрасен и от худого отзыва которого он не заслужил ну вот допустим обличают кого-то а мы его не защищаем под ударом ставят товарища мы его не защищаем наоборот еще присоединяемся к обличающим потому что не дай бог еще нам перепадет измена другу ну это мы говорили там брут и так далее и так далее и ты брут оставление старого или отцовского друга ну вот старые друзья один друг там заболел его бросил на попечку бог с тобой там выбирайся спасение утопающих как говорит дело рук самих утопающих здесь выскакивает такое дело недружелюбие вообще нет друзей вот недружелюбие значит вообще очень тяжелый человек на общение например очень тяжелый на общение пристрастие к сверстникам товарищам или напротив пренебрежение ими ну некоторые прямо компании бывают верны да грубо как говорится а некоторые наоборот пренебрегают своей компанией своими однокашниками товарищами по учебе и вот сейчас мы рассмотрим жизнь гражданская общественная это что касается политической части вот этой пятого пятого закона оспаривание верховной власти первой царем на земле был Адам ровно как и дети его были первыми природными подданными его ну вот мы верховная власть все время вот я например все время критикую эту верховную власть а это грех это большой грех ведь она власть обо мне заботится он же показал как она мне капитальный ремонт устраивает счетчики устанавливает ЖКХ следит чтобы у меня было все окей в ЖКХ дорогу у меня расчищает верховная власть она обо мне полностью забота и хлебушек испекает качественный товары продает дешевые ну это что же они грешите об этой власти надо только ее хвалить рейтинг повышать до 90% как пес сказал поносное слово или только хульные мысли на царя вот мы Николашка там вот плохой там вообще с этой распуть кино сейчас выпустили то с балериной путается вместе своим братом они там эту балерину оприхаживают и так далее и так далее и уже не знают куда ее девать как ее поставить каким родом какую пользу вот это мы осуждаем а это вот распутин там царь связался с распутином а это мы даже даже хульная мысль на царя не должна быть или у нас сейчас вот тоже как цари вот они не сменяемы голосование это тоже подтасовка кругом и фактически царь он независимо от голосования один и тот же как бы голосование не прошло за Зюганова или там проголосовали за Явлинского или за этого а все равно царь это один и вот против него мыслить даже нельзя мыслить вот а я например иногда грешу ну с подачей телевидения с подачей средств вас информации которые публикуют вот эти хульные отзывы вот у нас вот это вот там Навальный меня все время смущает вот партия жуликов и воров там жулики и воры коррупции кооператив озера ну поневоле закрадутся мысли а что там такое а я не должен так мыслить потому что обо мне кругом забота я чувствую ну вот я же в тепле где-то я будто еще вот и не сдох с голоду ну слава тебе Господи неискоренение отношений к радости и печали царя неискреннее отношений к радости и печали царя всего дома его а отсюда неискренная молитва о нем а мы это вот Жириновский же предлагал нам Божий царя храни ввести вместо гимна это Божий царя храни гимн то у нас вообще плохо написано слова то Жириновский правильно и он за мной повторяет потому что я об этом раньше говорил как это славься отечество наше славь само себя отечество это возвратный глагол неприменим вообще в гимне это не русский человек писал эти слова поэтому слова должны быть в гимне прозрачные и ясные и не противоречить грамматике русского языка главное возвратный глагол не должен есть употребляться славься частица ся это признак возвратного глагола вот таким образом и и по печень вот проблемы там у него ну Владимир Владимирович исчез его нет вот он заболел наверное все а это все выдается у нас в СМИ как с радостью мы должны печалиться и молиться о нем что дай бог ему здоровья как многие лета и как правильно делает вот педриарх Кирилл педриарх Кирилл он молится хорошо вот и надо с этого брать пример несохранение тайны царевы или служебной ну здесь явно уже снова напоминает а наши вот эти вот тоже которые лубенские поляков там этот кто там пеньковский поляковский еще кто там а вот это же там которого отравили полонии тоже тоже тайны водовах государственной и многие другие там разные там ну изменников то много ну и снова тоже туда неуважение государине но у нас слава богу государине сейчас нету и мы не можем у этого греха нам не вменяется тем более у нас одно уважение к ней сплошное было как как матери героини двух дочерей воспитала при отсутствии мужа фактически непочтение к наследнику престола и к всему царствующему дому ну у нас вместо царствующего дома сейчас кооператив озера вот это идет и вот эта вся группировка которая связана с спекулятивными вот этими большими деньгами и офшорами это приватизация нашей всей страны и переводом собственности за границу вот это вот это сейчас он заменяет у нас царствующий дом ну хотят многие вот хотят поставить царем вот именно и Жириновский тоже ну что за президент такой царь царь должен называться царь все и тогда вот у нас был этот грех а сейчас у нас греха нет поскольку царствующего дома нету и наследника престола нету вот злономеренное оскорбление памяти умерших царей ну это вот какой Иван Грозный был грязный он новгородцев загубил там пожег весь Новгород уничтожал в него ввел опричнину где эти пьяные опричники с собачьими головами носились по России воровали грабили убивали там на дыбу вешали рубили подряд все это все высекли ну всю Россию высекли и все знаменитые рода поуничтожали которые в России основу государственности были там они все эти рода все Иван Грязный этот ну он Грозный назывался Грозный и Грязный это рядом потому что когда Грозный то он же и Грязный потому что когда он лес рубит то у него щепки летят как сказал незабвенный наш тоже один хороший человек и вот поэтому это оскорбление памяти а мы вот сейчас ему памятник поставили так что все нормально мы восстановили это все и уважаем теперь этого этого Грозного царя и он у нас служит образцом так же как и другие Грозные цари которые выступали за абсолютной властью подавляли любую оппозицию подавляли любое инакомыслие и малейшее даже взгляд в сторону влево вправо отсечение головы на Красной площади большое расположение к западным государям чем к своему отечеству вот пожалуйста у нас Прохоров он как Прохоров он Запад Запад наша культура вся от Запада мы должны с Западом мы все с Запада это миллиардер наш Прохоров он так заявляет а вместе с ним то и все другие вот эти сто человек то миллиардеров то которые дети которые за границей находятся все там учатся дети внуки уже и правнуки там осели в этих дворцах то а вся страна сейчас вот чтобы платить аренду за эти офшоры служат чтобы покрыть аренду предпочтение к службе благотворительности и во всем иностранным своим русичам русским ну это у нас это закон у нас русских в правительстве никого нет они иностранцы они у них семьи все за границей только сейчас об этом говорил но они на самом деле по национальности все вот это озеро оно национальности одной космополитической национальности называется вот и вот мы предпочитаем и даже вплоть до гастарбайтеров дворником вот я тут пошел в бюро по трудоустройству хотел дворником устроиться за меня там обложили послали пошел ты дед у нас 38-летний 35-летний гастарбайтер ломятся дворников и все дворниками оформлены а снег не убран значит что получается они часть зарплаты отдают а на работу не выходит они свою зарплату это оформлено дворниками они уже кого сами своих оформляют зарплату получают все сами поэтому дворники не нужны вот чихает кто-то правда значит я говорю то то есть поэтому и дороги то не убраны что меня вот дворники не берут а зарплату они себе а дороги не надо убирать ну я бы и без зарплаты убирал как вот трамп за один доллар чтобы был порядок лишь бы числится как говорится чтобы меня это не арестовала полиция с этой лопатой а законно числился служил дворником заимствование от иностранцев явно вредных обучаев вот это железный рог кока пола перси пола перси кола кока кола потом эти чипсы и это все это ой чего мы только так не позаимствовали от них это самого вредного синтетика баллони у нас кругом электричество только вот от этой баллони и синтетики раньше мы хотели хлопок лен ну лен и конопля из конопли тоже делали ткани хорошая ткань от из конопли лен и конопля и не надо хлопка а сейчас у нас многие синтетики это за границей вот мы взяли вредный обычай с баллони началось ну за что там вот трясет эту баллони сейчас за дело наверное бегство из отечества и только без нужды проживания за границей ну а у нас какая там нужда нужда у нас там нужду придумаем первая нужда это у нас же там банки вклады то у нас лежат в швейцарском банке значит мы без нужды не проживаем значит мы там не грешим за границей и потом у нас там нужда детишки учатся внучки уже там подросли все мы уже там трудзавались за границей не оказание помощи своеземцу в свежой стране ну там у нас какой-то буд в тюрьме сидит пожизненно и мы на него положили на этого буда и ничего не хотим там что-то шевелимся делаем вещь никого не освобождаем и там повязывают подряд подряд и мы ничего никого не освобождаем все там сидят мирно пожизненно сидят ну и естественно даже и послан то никакой помощи защиты нет послан убили это тоже гражданин под охраной там должен находиться был без охраны оставлен пристрастные выборы в должности и склонение к тому же других ну наша выборная компания это же сплошная чудотворец а сейчас чудотворка она еще круче она переплюнула этого был кто Чуров то чудотворец а это чудотворка еще там одни мытищи что творит ну это в общем кошмар я про это не буду здесь в интернете все даже показано как в бровусе бюллетене все осуществляется все это показано хорошо что сейчас камеры маленькие можно везде установить и независимо даже от этих структур всех независимо можно снять злоупотребление своим влиянием властью в общественных собраниях и на мирских сходах то есть мы своим авторитетом давим и отговариваемся и на ответ на вопрос не отвечаем а начинаем длинно рассуждать вокруг да около вот это да 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 и в конечном счете округло так все это заворачиваем и ноль на выходе так вот у нас все пресс-конференции происходят заранее подготовлены вопросы и заранее подготовлены выворот от этих загогулина от этих вопросов как говорил один пресс-памятный загогульщик злоупотребление доверия имущества по должности гласного или члена комитета через зрение какого но это у нас все депутаты этим страдают вот он вот пример Жириновский он этот подлец почему я говорю подлец потому что он говорит все правильно это же вот так подлецы называются они все правильно говорят исключительно но когда голосование наступает он всех своих избирателей подводит и голосует он совершенно противоположно своим словам вот это вот образец вот это вот нечестного члена комитета учреждения какого а говорит он ну как как опера как опера говорит ну это подлецы недобросовестно и неусердно исполнение обязанностей службы вот это недобросовестно у нас любой министр возьми с Табуреткина начиная министр обороны Табуреткин был и это и до последнего вот этого Улюкаева Силуанова там и прочих это все недобросовестные люди и Голодец это и вот это вот даже медработница кто там она у нас Воробьев Воробьев что ли я не помню уж фамилии она договорилась до того что у нас потребление спиртного упало до 10 литров чистого алкоголя в год а надо до 8 избавить ну значит у нас нация здоровеет она говорит что значит я провела какую-то работу но она не сказала что самогонку стали гнать чёшь ты умелишь то когда вся эта водка она оказывается вся самогонка оказывается и его пьют еще гораздо больше чем раньше пили но надо же показать ей свою работу что она вроде как бы исполняет обязанности хорошо подлюга тоже уклонение от бескорыстного служения отечеству в должностях по выборам равно как и повинности общественных бескорыстной мы должны служить вот как трамп за один доллар символически вот только чтобы числиться на работе один доллар все и дальше общественную работу я выполняю хожу голосовать как положено для интересов общества но не для интересов узкого прослойки вот этих олигархов приватизаторов равнодушие к общественным а у нас же как они же депутаты все время повышают себе зарплату как же нам же мало какой-то трамп уже начали его поливать этого трампа как же без зарплаты работать равнодушие к общественным нужным и бедствиям ну там леса горят да и хрен бы с ним там торф горит леса и это у нас не обращать внимание или допустим там школы захватывают там взрываются дома а тут или самолеты гибнут у нас никто не обращает внимания никаких мер не принимается уклончивость от того чтобы законным путем остановить очевидное и вреднейшее злоупотребление в делах своего общества вот видите как уклонение а вот кто не уклонялся того просто убили прокурора какого-то убили генералов армии убивали кучу Немцова он что-то хотел там корячился на мосту прям застрелили его да и все ну вот Навальный еще пока дерз но его тоже хотели убрать он сразу сделал какое-то правонарушение и попал и заслужил взятым быть в милиции суток на 15 чтобы его не отстрелили чувствовал что значит кого-то должны были застрелить или его или Немцова но он отсидел 15 суток за это время убили Немцова и вроде схлынуло не расположение к собственному званию ну призвал человек вот в чем призван в том и пребывает человек призван и служи в этом звании а у нас вот недовольны бывают люди это грех сословная ненависть и возбуждение ее в других ну сословная это раньше называлось в 1905 году а сейчас это называется классовая ненависть классовая ненависть от трудящегося к олигарху паразиту к спекулянту обязанности к начальникам повинание начальству только из страха а не по совести а надо как для себя вот работа как будто начальник это родственник отец мать и так далее ропоты и поносы слова на начальника вот начальник такой даже в кухне в своей нельзя этого говорить это уже грех отрицание со всей власти это анархия пока еще рано этим заниматься это фреска фантазирует вот фреска есть такой сто лет ему он живой еще вот он полностью начальство отрицает и передает начальство дела начальству компьютеру большому снискание благоволению начальника под обострастием к нему это называется у нас популизаторы популизают популизают начальнику ну у нас такие сплошь они выступают это вот они и полковники там воронцы и воронцы все они только на всех прегрессивенциях вот просто буквально грубым шершавым языком влево пятую точку нашему дорогому это у нас сплошняком и так же вот рейтинги вот эти тоже популизаторство вот уже это до 90% говорит рейтинг вот Песков это вывел 90% обязанности самих начальников вот что начальники должны как они должны не предусмотрение нужд и не предотвращение всего опасного для веренных начальственному попечению но об этом мы говорили несоблюдение техники безопасности короче говоря во всех случаях несоблюдение техники безопасности в результате чего страдают люди слабость и бездействие в управлении или же напротив уже жестокость и протезательность слабо бездействия вот сейчас премьер-министр Медведь он бездействий полностью он полностью ну как бы просто роль играет сидит место занимает никакого влияния нет экономика не растет ну это значит человек не работает не на своем месте раз экономика не растет тоже должен работать вот а с другой стороны вот были такие что чрезмерно там это как говорится там чуть лево чуть вправо и расстрел как при Сталине там Кузнецов а мы на него сфабрикуем дел он нам не угоден и под расстрел этого Кузнецова секретаря Ленинградского обкома как и многих других и при Брежневу Брежневу сидел плохо Машеров Машеров выдвигался и там Романов надо их опустить про Романова кинули сплетню с Лубянского угла что он значит на царских тарелках свадьбы справлял и с царских рюмок пил со своей дочкой а Машерову просто задавили все на машине ну как катастрофа автомобильная катастрофа Машеров был ну так же и был тоже по-моему Щербицкий тоже кто-то там с Украины был ну тоже что-то с ним плохо произошло внушение подчиненным покорности закону и порядку одним только гневым криком ну это такое вот командно волонтаристское нарать ногами затопать и все начальственная недоступность сейчас попади к начальнику какого он с полком зайдешь городишки небольшой зайдешь туда вот в эту в мэрию захочешь к секретарю этот мир на месте на месте а можно к нему нет нельзя а почему надо записаться за неделю на прием давайте паспорт давайте это все вот мы запишем скажем очередь и все все вопрос отпадает все этот человек недоступен уже а дальше он скажет что его нету перезапишите на следующую неделю и так далее и так далее а вот пожалуйста у нас сейчас интернет ой казалось интернет там написал запостил туда этого хоть президенту запостил и что ты получил ноль полный ноль ничего ответы как будто ты вот инопланетян послал сигнал туда и обратно как-то туда туда говорит дуй обратно гугл гу 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 а туда дуй попрай не своей властью одинаковые или же низшей власти других лиц ну вот я допустим это мне не угоден вот этот вот подлец прокурор значит я должен его попрать как компромат на него найти вот эту сладкую малинку ему подбросить девочку и там зафотографирую его с девочкой или там как вот этого нашего недавно кандидата это вот этого как она партия это партия опустили Миша 2% тоже же его с девочкой зафотографировали и все значит попрали его властью полностью занулили его человека также там прокурора был какой-то прокурор генеральный прокурор между прочим ну так и опустили не оказание начальственного покровительства православной церкви ну это у нас сейчас избытком вот все мы начальственное покровительство тут и бюджет подключается все церкви строятся как грибы золотятся все тут окей идет здесь нет греха у нас стеснение подчиненных в исполнении христианских обязанностей ну это я начальник вот на литургии не отпускаю своих подчиненных это же это грех конечно при управлении другими не старание управлять самим собой то есть я вот другими то людьми управляю а сам то собой не управляю а сам я как вот Ельцин жру эту водяру там вино винище жру и пляшу вот и сам собой не управляю неадекватно и становлюсь надо мной уже все смеются а я все а другими я управляю даже расстрелив верховный совет вот это явный пример не подавание доброго примера и даже соблазнительных примеров пример соблазнительные примеры лицам зависимым и подчиненным ну это все мы так делаем с женами разводимся новых жен берем или не берем вообще а там занимаемся не знаю чем а во всяком случае ну со средствами с государственными обращаемся очень просто мы их переводим за границу миллиардами и так далее там накапливаем на счетах и поручаем непонятным людям каким-то Ралдугином там этим на этих как дровяных инструментах на дрова расходуем вот эти смычковые дрова вот эти огромные миллиарды у него там лежат у этого Ралдугина вот это мы все это делаем это все грех невнимание по службе к людям беззащитным и много семейным у нас этого нет у нас сейчас пожалуйста там сколько там рублей то рублей 14 после года то за ребенка то дается то чтобы ребенка то поддержать там 14 рублей что ли в месяц я не помню но около этого год там исполнится а дальше до трех лет по 14 рублей в месяц примерно это у нас попечение есть кроме того материнский капитал подвешен где-то там до него добраться пока ни одна мать не добралась до этого капитала лишение достойных людей награды повышение или прямое притеснение их зависти зависть да вот зависть это такое чувство что а вдруг кто-то вот лучше появится нет больше некого у нас только вот один может вот все это внушить народу надо что один все один в едином начале и вот кроме него больше в стране людей нету это только вот мы его подготовили вот он у нас один артист страна одного артиста притупление в себе самом чувство страха и стесливости в преступлении и разбирательство чужих преступлений ну это вроде как бы пожалуйста Табуреткин и его мадам ну вот как бы со страхом судим ну как ну вот ну приступили но бывает же еще хуже там у нас же есть какие чикатилы вот недавно там 60 человек убил арестовали милиционера там полицейского 60 человек убил а тут ну подумаешь там он продал там это и мы его не судим домашний арест там и все мы боимся это судить потому что кругом преступление еще же жестче а потом как бы не осудить да не судим и будете нам приходят еще некоторые люди бородатые в рясах эти как варвары барбар от слова борода варвары в рясах оставление молитвы о добром управлении другими вот чтобы управляли нам хорошо мы тоже должны молиться а мы же не молимся вот нами плохо управляет а кто мешать то нам помолиться допустим а владимир владимирович дай бог ему здоровья дай ему всякого благ вот как опрос недавно вот эхо москвы провело очень хитрый кстати говоря вопросы задают они поразили меня просто своим умом это эхо москвы они значит так задали надеетесь ли вы что в восемнадцатом году владимир владимирович подаст на следующий срок на президентский срок и по одному телефону звоните а если вы надеетесь ли вы что владимир владимирович не подаст в восемнадцатом году на следующий срок То есть, видите, как хитро подан вопрос. То есть, вопрос так подан, что в результате получится реальный рейтинг. Но он и получился. 29% надеются, что он подаст. А 71% надеются, что не подаст. Вот он, реальный рейтинг. Это не какой-то там пёсковский рейтинг. Ну и дальше мы заканчиваем. Мы должны молиться всё равно за них, чтобы они нами хорошо управляли. Тогда будет хорошо. Как вот за Трампа молились там, и он пришёл к власти, сейчас будет хорошо управлять. Грехи воинов. Тоска по родине, бег со службы. Ну там, оно само собой, там дедовщина такая, что многих просто в Сынковых гробах привозят. Избитых всех, измордованных. Одному чуть не отбили все гениталии. Вот сейчас инвалид, не знаю, что-то жив, не жив. И таких много. Многих просто там поубивали. Дедовщина такая у нас. Ну, Тоска по этому по родине, и люди их стараются бежать. А другой вот в Армении, там уже до того его довели, что он там всю семью армянскую расстрелял. Какой-то с Урала Перминов, что ли, Перминов, армянскую семью расстрелялся. Это какая зомбировка там в армии-то идёт. Неверность по службе из-за корысти или откупа. То есть корысть здесь как имущество. Я поэтому пренебрегаю службой, вот это имущество военное себе приобретаю. Потом им торгую. Ложь нижних воинских чинов. Ну, всё у нас окей, всё хорошо, всё славненько. И всё. А если кто-то там это, то мы против него дедовщину. Кто-то вякнет, мы дедовщиной его и забьём. Трезмерная требовательность к хозяевам, дающим квартиру. А затем неблагодарность к ним. То есть военные, они же на квартирах раньше были, приезжают и квартируются на квартире, им предоставляют квартиру. Ну, за определённую плату. Но они там себя по-свински ведут. Ну, так там, например, вот в Калининграде, раньше он Кенигсберг назывался. Там жил вот этот Кант, вот философ Канта. И у него стояли офицеры русские. Раньше же этот Кенигсберг вам России принадлежал. И стояли русские офицеры. Так он потом в дневнике написал, что для нас самые худшие враги – это русские. То есть он так был недоволен своими жильцами. То есть они вели себя очень пьянствовали, распутствовали там. А это было ему, как говорится, не по шерсти, чтобы в его доме такие вещи случались. Поэтому он назвал русских сам. А там из этих офицеров-то русских никого не было. Мы знаем, что в армии русских-то не бывает офицеров. Там одно время-то было только немножко. А потом уже все поубивали во Вторую мировую. Ну и раньше вообще Казьма Протков-то говорит, как? Лучшую квартиру надо отдать жиду командиру. Это Казьма Протков пишет. Командир значит жид. Вместо охранения покоя и имущества жителей – разрушение всего этого воровцов всякого рода. То есть мародерством занимаются солдатики, а не покой там. Грубое пьянство и в пьяном виде любодеяния. Ну это с лошадником и рядом. Жестокосердие при отправлении воинских обязанностей. Ну, жестокое к безоружным врагам и так далее, к мирным жителям. Это бывает. Но у нас это редко. У нас облика морали. Хай морали. Рассеянность мыслей и чувств в отношении к церкви, к святынии, к исповеданию, причащений. Ну, многие, конечно, солдаты имеют другое восповедание. В исповедании сейчас у них сейчас отдельное. Там для мусульман отдельное отправление идёт. Ну и вот отношение к пастырям. Неуважение к архиерею. Архиерий у нас такой хороший. Он на Мерседесе ездит, у него на руке бригет. К чему пренебрегать? Это уже хороший человек. Грехи против приходских священников. Ну, приходские священники – это те, которые вместо баб всех перетоптали. К ним надо хорошо относиться. Грехи против духовного отца. Ну, духовный отец сейчас не у всех есть. Его же не назначает вот у нас, допустим, ЖКХ нам духовного отца не назначает. И не назначает у нас этот, как он, собес. У нас назначает этих, которые покупают нам продукты. Неприятие от священников благословения. Ну, вот священник хочет нас благословить. Бывает такое, да? Я с этим не встречал, чтобы он хотел нас благословить. Если бы он хотел, я бы принял, конечно. Это тут уже точно. Требование от священников одной светскости или только наружной степенности и нелюбовь к истинным пастырям. А как их отличать от истинных пастыря от неистинных? Это очень сложно. Тут развернутое дается этому, много посвящено этому, потому что объясняется, как это рассчитать истинного пастыря. Ну, я считаю, что по внешнему проявлению, по лекциям, то есть по Алексею Ильичу это истинный пастырь можно считать. Это для современности, для нашей молодежи. Ни снисхожения к недостаткам священников. Ну, мол, подумаешь, батюшка, ну, керосинит батюшка, там покуривает матом, ругается. Ну, это же батюшка, он же нам такие грехи отпускает, мы ему должны простить. Ну, задавил там всего, ну, он же всего два человека. А скольким он грехи отпустил? Он же не освободил от судебной ответственности никого, он грехи отпустил только. От уголовного ответственности не освободил. Старание узнавать и распространять о священниках худуя. Ну, это мой грех. Я вот тут ссылки давал, как вот священник, там, аварию, 9 автомобилей, что он там творил, что вот про Грозовского, что он там детей растлевал. Это я все старался, собирал, и вот с помощью даже вот этого Александра Невзорова, который очень много таких фактов знает. Вот, и Герман Стерлигов тоже относится определенно к этому. Отказ в содержании священникам и сиротам их. Ну, священник, у него же детей-то, священник погиб, ну, его в алтаре голову отрезали, но мы должны сирот вот этих всех приютить. Ну, 9 человек-то у него осталось, но если он их сам не жжег, тут один священник, там, 6 человек всю свою семью закрыл в избе и всех сжег. Ну, бывают и такие священники. Ну, мы не должны на это внимание обращать. Это не наше, как говорится, дело. Непостительность к монахам. Ну, монахов мы не видели еще ни разу. Они где-то прячутся от нас, эти монахи. За ними надо еще искать, следить, отслеживать. Вот. Обращение с доверием к пастырям и на верном, и пособие на иностранной, на иностранной церкви вместо своих. Ну, сейчас экуминизм. Экуминизм. Вот мы и принимаем всех иностранных, предпочитаемых. Папе Римскому мы готовим уже все. Вот это вот наши грехи относительно Пятой Заповеди. Ну, не наши, а мои грехи относительно Пятой Заповеди. Это чте отца и мать свою. Ну, видите, тут широко автор, вот этот протеирей Попов, он понимает широко отца и мать. Он к отцам и матери правильно причисляет, это крестных родителей причисляет, он сродников, наставников всех, благодетелей, вот, и крестных родителей, и даже царя, царь, царицу, и все, и всех, кто тебя окружает, все вот ближние, все как мать-отец. Но если мы так, мы блаженны, если мы так будем все считать. И надо к этому стремиться, к этому блаженству. Вот я уже занял больше двух часов, но все-таки мы закончили. Но мы закончили как? Мы-то просто перечислили, а там же идет разъяснение. Поэтому я тут вот сошлюсь на эту книговую. Посмотрите, ведь это же очень полезно. Потому что если мы считаем себя безгрешными, то мы находимся в большой прелести. И здесь, если мы в чем-то согрешили, то мы в другом тоже. Грех, он как цепочка, друг за друга цепляется. Один за другим. Всего доброго вам. До новых встреч, до новых грехов. Еще нам осталось пять заповедей. Значит, пять мы прошли, и пять заповедей блаженства, не блаженства, а заповедей Моисея. Здоровья вам и успехов!